События в Бирюлево, безусловно, стали симптомом неблагополучия в обществе. Это очевидный факт, и это смешно отрицать. С другой стороны, конечно, никаким народным волеизъявлением, никаким народным сходом это назвать нельзя, потому что уже в ходе событий выяснилось, что убийство произошло 10 октября, сами берюлевские события произошли чуть ли не через трое суток после этого, и все это время людей накачивали через соцсети, через разные другие способы связи, призывали прийти вполне с такими четкими погромными целями. Делалось это через сеть интернет, в один клик можно найти все эти сайты, только правоохранительные органы у нас не могут это сделать, но в принципе любой гражданин, это все доступно. Это делает группа, она в принципе давно уже оформилась для специальных погромных целей. Там очень странный состав смешанный, часть футбольных фанатов, часть бывших нашистов, прямых ставленников администрации президента, часть активистов бывшей партии Родина, вот это все открытые данные, в общем-то, никакой не инсайт. Вот, видимо, это как некий новый инструмент власти по разжиганию вот такого рода инцидентов, потому что если мы сравним с тем же самым пугачевским бунтом, вроде все похоже, повод тот же и формы, так сказать, те же тоже, да не тоже, потому что в Пугачеве люди пошли, действительно пугачевцы, жители города, пошли пикетировать администрацию, полицейский участок и перекрывать федеральную трассу. То есть совершенно другая схема. Они не пошли бить мордой черным, они не пошли громить рынки, они не пошли переворачивать и сжечь машину, то есть они совершенно цивилизованно и, главное, правильно, адресно выразили свой протест, потому что главный виновник этих событий, что в Берелево, что в Пугачево, это власть, это коррупция, прежде всего, коррумпированная полиция, у людей не было уверенности, что преступник будет найден, что он будет наказан адекватно, поэтому они пошли протестовать. В Берелеве же все по-другому. Люди пошли, что называется, как в том анекдоте про алкоголика, где светлей, то есть они пошли явно с целью погромными, а вовсе не с целью выразить протест. Поэтому это два разных совершенно случая. И вывод из этого главный, прежде всего, такой, что все это происходит из-за отсутствия законности. Потому что если мы сравним, допустим, Россию с белорусской ситуацией, там тоже есть мигранты, их много, но там нет подобных случаев, потому что там любой человек, что гражданин Белоруссии, что мигрант, что легальный, что нелегальный, он прекрасно знает, что вот так вот ходить по улице с ножиком и пырять граждан он не сможет, потому что он тут же будет наказан, и его нельзя ни выкупить, там ни семье, ни клану, никому. Там работает законность. У нас, к сожалению, такого нет. Ну и главный, конечно, аспект – это экономический аспект, потому что уж больно подозрительно вот эта компания укладывается в компанию борьбы с мелким бизнесом, мелкооптовой торговлей. Выиграли от этого явно крупные сетевики. Давно уже идет такая линия на закрытие рынков оптовых мелких. Поэтому мне кажется, что это какие-то звенья одной цепи, и здесь было очень много интересантов. А для народа главный вывод – не поддаваться на провокации и лечить, скажем так, первопричину болезни, а не ее следствие. Все вот эти националистические завывания – это чистые воды провокация. Преступности нет национальности. У нас, к сожалению, преступность высокая, особенно в спальных районах, что этническая, что неэтническая. Поэтому мне кажется, что рецепты тут одни и те же для всех. Соблюдать закон и, естественно, менять систему власти.